Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния, Бич, штат Западная Вирджиния. Благодарю, что присоединились к нашей программе и в особенности хочу поблагодарить наших партнеров. Сейчас со мной находится Джош Келли, молодежный пастор, ему слово. Очень воодушевлен словом, которое Бог вложил в мое сердце, я верю, это послание для нашей церкви, для вас. Верю, это будет благословением для вас. В Откровении 3.20 говорится следующее, вот я. Сегодня утром Бог говорит, эй, церковь, церковь Волна и тот, кто пришел на служение, если вы не знаете, вот он я. Кто из вас рад, что Бог не где-то там, а находится сегодня утром на этом служении? Бог говорит, вот я. А вот я стою у двери и стучу. Сегодня утром Бог стучится в дверь вашего сердца. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Скажите, открой дверь. Я узнал нечто о себе, когда переехал в квартиру, а затем в дом со своей женой. Я не люблю, когда люди приходят ко мне без приглашения. Это только я один такой, да? Они всегда приходят не вовремя. Тебе стучат в дверь, а ты никого не ждешь? У меня это бывает, когда я готов принять ванную. Не осуждайте меня. Я люблю принимать ванную. Наверняка вы тоже это любите. Сначала даешь немного соли. Не сомневайтесь, там есть пена. И тут звонок в дверь. Я спускаюсь вниз. Конечно, я сначала прикрылся. Я открываю дверь. А там человек пытается продать мне ножи. Я говорю ему, сейчас не лучшее время. Я могу пойти в ванную. И потом заказать их в интернете. Как-то раз провайдер набрался наглости, чтобы прийти ко мне домой. Ирония состоит в том, что я 45 минут ждал на телефоне, а потом они пришли ко мне домой. Пусть Бог благословит. Как-то ко мне пришли свидетели иеговы. Это было как раз, когда я надел домашнюю одежду, достал мороженое и собирался посмотреть финал холостяков. Можете осуждать меня. И тут звонок в дверь. Я как раз хотел узнать, кто получит розу. И тут они. Слушайте, я и так попаду на небеса. Мне нужно досмотреть холостяков. Есть несколько вещей, ради которых я люблю открывать двери. Я так люблю эти вещи, что ожидаю звонка в дверь. Первое. Это когда я заказываю обувь в интернете. Кто-то любит из вас покупать обувь в интернете? Тут нечего стыдиться. Я люблю обувь. Ты заказываешь ее, а потом ждешь лучшего из писем, в котором говорится, что заказ отправлен. Тогда ты ждешь машину-курьер. Если вы, как и я, то не идете к двери. Я жду, пока они приедут и постучат в дверь. Я даю им время уйти, открываю дверь. И вижу коробку со своей новой обувью. Это только я один такой, да? А вот доставка еды. Это одно из лучших изобретений нашего поколения. Мне больше не нужно ходить в ресторан. Я могу заказать еду, и мне привезут ее домой. Я люблю, когда они стучат в дверь, ведь открыв ее, я получу свое чипотле. На первом месте в моем списке доставка пиццы «Вайнот». Если вы бывали у них, то знаете, что у них есть морозилка с мороженым «Желата». Вы не жили, если не пробовали «Желата» с мятой и шоколадной крошкой. Сначала я заказывал «Желата» домой. Я переживал по поводу того, что доставка подумает обо мне, и поэтому заказывал еще и закуску. А потом я перестал переживать. Сегодня выходной, четверг. Ну и что, что я заказал себе полтора кило мятно-шоколадного «Желата» домой? Парень из доставки знает меня. Когда он получает заказ, то знает, что это Джош. Полтора кило. Нет, я не шучу. Я люблю выходные, люблю четверги. Я люблю открывать дверь. Надеюсь, этот цикл напомнил нам о том, что Бог говорит. На самом деле, Бог стучит в двери нашего сердца. Сегодня утром Он стоит перед нашими дверями. Дух Святой стучится в ваши двери с коробкой откровений и мудрости для вашей ситуации. Силы и цели для вас. У Него есть небесное «Желата», чтобы вы вкусили и поняли, что Господь благ. Вопрос не в том, говорит Бог или нет, а в том, доверяем ли мы Ему настолько, чтобы открыть двери. Это вопрос доверия. Это вопрос доверия друзьям. И ничего иного. В детстве мы быстро научились, кому можно доверять и кому нет. Даже в младшей школе у нас были друзья, которые врали и преувеличивали все. Вы меня понимаете? Я понимаю, что это неприменимо ко всем, но мне выпало множество благословений в жизни. В детстве я понял, что могу доверять голосу своего отца. Я понял, что он любит меня и желает мне лучшего. Он не бросал слова на ветер. Он говорил, кем я могу стать. Я также понял, что если отец говорил «обещаю», это исполнится. «Отец сказал мне, сынок, если я говорю, что обещаю, то сделаю все, что только могу, чтобы исполнить это обещание». Я также понял, что если могу доверять голосу земного отца, то тем более могу доверять голосу небесного отца, чьи обещания всегда «да» и «аминь». У него есть планы, чтобы принести мне процветание, а не вред. Он говорит истину, потому что он истинна. Он не лжет. Нам не нужно гадать, благ ли Бог. Мы знаем, что он благ, что его пути, мысли, его цели благие. Мы можем доверять Богу, потому что он Бог благой. Он добрый пастырь. Библия говорит, что он лучший из пастырей. Почему это важно сегодня? Мы можем доверять Богу не только потому, что он Бог, а потому что он благой. Это важно потому, что когда я знаю, что Бог благ, это позволяет мне доверять ему, даже когда я чего-то и не понимаю. Если я знаю, что он благ, и когда он говорит что-то, что мне не нравится, что я не понимаю, с чем я не согласен, я все равно могу довериться, потому что знаю, что он благ. Это позволяет мне доверять ему. Я получил этот урок, когда захотел научиться кататься на вейкборде. Я увидел по телевизору, как другие катаются, и сказал, «Пап, я хочу научиться кататься на вейкборде». Мой отец любил отдых на воде, и мы решили попробовать. Мы взяли вейкборд, вышли на воду. В тот день было ветрено. В детстве я был слабаком. Кто-то еще? Мне хочется верить, что сегодня я не такой слабак. На этой неделе я убил своего первого паука. Это очень серьезное дело. Итак, мы вышли на воду. Был ветер, облачно. Я пристегнул вейкборд, посмотрел на воду, и что я увидел? Медуз, ненавижу медуз. Они существуют лишь для того, чтобы жалить людей. Я повернулся к отцу и сказал, «Мы не можем сделать этого». А он сказал, «Нет, Джош, ты прыгнешь в воду и поедешь». Что значит, ты прыгнешь в воду? Он сказал, «Джош, ты мне доверяешь?» А я говорю, «Доверял. Меня уже жалят». Да, я знаю, но ты поедешь. Словно он знал, что радость от езды перевесит вред от медуз. Я залез в воду, и меня начали жалить. Я слабак, и поэтому начал плакать. Папа, мне больно. Он взял и поплыл. Это нужно было для того, чтобы я встал на вейкборд. Он крикнул, «Джош, держись». Ну хорошо, он тронулся, и я поднялся над водой. Тогда мои слезы и боль, они превратились в слезы радости. «Пап, это классно!» Я знаю, где есть медуза. Но, Боже, ведь меня ужалят. Но если я знаю, что он благ, то я верю в то, что у боли есть цель, что на другой стороне есть нечто большее, что перевесит медуз. Он благ. Когда Бог говорит, «Не соглашайся на повышение», я могу довериться, потому что он благ, и меня ждет нечто лучшее. Сухое время, когда я сею, когда я верен, я могу положиться на него, потому что знаю, что он благ, и что урожай будет в нужное время. Когда мне кажется, что наступило такое время, где Бог где-то далеко, я могу доверять ему, помня о том, что он благ. Он готовится к тому, чтобы вытолкнуть меня из воды к тому времени, о котором я мечтал и молился. Я могу доверять ему, потому что он благ. Мы все хотим благословения, но не хотим той проверки, что идет с ними. Мы хотим радости от того, что стоим на воде, но нам не хочется медуз, которые идут с этим. Вспомните Авраама. Бог дает ему сына. Бог дает ему то, о чем он молился. А затем Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты отдал мне его». Это один из тех моментов, когда в словах Божьих нет смысла. Боже, ты хочешь, чтобы я отдал тебе сына, которого ты мне дал? Скажу вам правду. Не уверен, что могу доверять Богу так же, как Авраам. «Боже, если ты хочешь, чтобы я принес своего сына, то я сделаю это, потому что знаю, что ты благ, что ты сделаешь что-то хорошее из этого». Мы знаем, что Бог остановил Авраам. Он знал, что может доверять ему. И посмотрите, что говорит Бог. «Я благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся всеми не твоем, все народы земли, за то, что ты послушался голоса моего». Это невероятное благословение. Но было и невероятное испытание. Авраам напоминает нам сегодня, что в испытании мы получаем возможность довериться Богу, чтобы он знал, что может доверить нам благословение. Когда мы доверяем Богу, он может действовать, и он может доверять нам. Мы постоянно говорим о доверии к Богу. Но мне кажется, лучше задать вопрос. Может ли Бог доверять вам? Может ли Бог доверять мне? Может ли Бог доверить мне благословение, о котором я молился? Может ли Бог доверить мне повышение, о котором я молился? Может ли Бог доверить мне что-либо еще? В ноябре будет пять лет, как мы с Брук поженились. Это лучшие пять лет моей жизни. Я получил несколько уроков. Точнее, много уроков. Я рано понял, что хорошо советоваться с женой, прежде чем приглашать к себе в гости множество людей. Это всегда хорошая идея. Одна из причин кроется в том, что мой стандарт чистого дома намного ниже ее. Чуть позже я получил еще один урок. Я из тех людей, кто любит устраивать экскурсии по дому. Это наша гостиная. А вот наш телевизор. Это наша кухня. Здесь мы готовим. А вот это наша ванная. А это наша спальня. Я понял, что не всем нужно видеть нашу спальню. Однажды к нам пришли друзья, и я решил показать им дом. Мы только купили новые столики. Мы с ней не были уверены в том, подходят ли они. Я помню, как пригласил друзей и сказал... Как вам столики? Ну, они классные, Джош. Я так и знал. Друзья ушли. Я позвонил Брук и сказал... Милая, ко мне приходили тета и тета. А она говорит, кто? Что, к нам? Тебе стоило сказать об этом мне. Я понял тебя. Милая, ты знаешь, я показал им столики. По тишине я понял, что сделал что-то не так. Ты показал им столики? Ты показал им нашу спальню? Я понял, что не стоит показывать всем, все комнаты. Если мы будем неосторожны, то же самое будет и с Богом. Мы открываем ему двери гостиной, но не даем войти в другие комнаты. Боже, ты заходи. Ну, посиди вон там, на кухне. Боже, ты можешь говорить об этой сфере? Но я ничего не хочу слышать о финансах, о браке, о боли. Церковь, у меня вопрос. Какую комнату вы не доверили Богу? Какую комнату сердца вы еще не доверили своему Творцу? Сегодня утром я хочу поговорить о комнате, в которую многие из вас не пускают Бога. У меня есть такая комната. Это комната наших врагов. Это комната тех, кто ранил нас и предал нас. Бог ясно говорит об этой комнате в Евангелии от Матфея. На этой неделе мы слушали слово пастора Майлза Макферсона. И он напомнил нам, что мы не имеем права решать, «Кто наш ближний?» На это имеет право только Бог. Только Бог может решать, кто же наш ближний. И в Евангелии от Матфея 5 главе, начиная с 43 стиха, говорится, «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вот давайте остановимся на этом. Сегодня в нашей стране люди говорят, «Я не обязан их любить, потому что они мне не соседи». Но тот факт, что кто-то говорит «выглядит иначе» или «не родился там же, где вы», не означает, что они не ваши ближние. И я благодарен, что в нашей церкви не имеет значения, каков у вас цвет кожи или акцент. Мы любим вас, потому что вас любит Бог. Мне кажется, что мы не хотим пускать Бога. Именно из-за следующих слов Иисуса Он говорит, «А Я говорю вам, любите врагов ваших». Боже, ты знаешь, что Он сделал Мне. Ты знаешь о предательстве, о боли. Ты хочешь, чтобы Я любил Его? Но Иисус говорит дальше, «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Некоторые из нас любят молиться за гонящих нас, точнее, против. Боже, благослови их кирпичом по голове. Иисус говорит, чтобы мы любили своих врагов и молились за тех, кто гонит нас. Нам некомфортно открыть двери этой комнаты, потому что там лежат кучи непрощения. Нам намного проще оставить их там, чем убрать. Но когда мы оставляем их, они превращаются в горечь, ненависть, которые захватывают ваш дом сердцем, превращая его в тюрьму. И вы внутри нее. Божье Слово напоминает нам, что Он противится гордым. Вопрос в том, как часто я живу своими силами, своими способностями, делая все по-своему, наполняясь гордостью, не слушая Бога. Как-то у меня было такое чувство, словно я хвалюсь перед Богом, как все чудесно. Боже, вот посмотри на молодежь. Мы наконец-то видим рост и движение. Боже, ты слышал мои проповеди? Хм, они такие классные. Посмотри, как все чудесно. Тогда Дух Святой сказал мне, Джордж, есть одна проблема. Все это сделал ты. Представь, как чудесно было бы, если бы в этом участвовал я. Представь, как чудесно было бы, если бы ты полагался на меня, а не на свои дары и силы. Церковь, я упал на колени перед тем, как выйти на сцену. Боже, ты нужен мне. Я не могу делать этого без тебя. Я никто без тебя. Но решение простое. Мы читали о нем минуту назад. Упадите на колени перед Иисусом. Гордое сердце говорит, я справлюсь. Смиренное сердце говорит, Боже, я не справлюсь. Я слаб, но в моей слабости ты силен. Смиренное сердце говорит, сила не во мне или моих дарах, но в тебе, Боже, в твоем духе. Смиренное сердце говорит, Боже, ты нужен мне. Я полагаюсь на тебя. «Я никто без Тебя». Смиренное сердце говорит так. «Будь в каждой минуте моей жизни, в каждой комнате моего сердца». Смиренное сердце говорит такие слова. «Боже, Ты нужен, когда я на дне, на вершине и где-то посередине». Смиренное сердце говорит, «Боже, мне нужно упасть на колени, чтобы встать». Смиренное сердце говорит, «Боже, Ты нужен мне, чтобы я был тем, кем Ты создал меня, мужем и отцом». «Боже, Ты нужен мне, чтобы я была женой, мамой, лидером, братом, сестрой. Ты нужен мне в бизнесе, в этом времени жизни, сегодня и всегда». «Боже, Ты нужен мне, церковь. Нуждаемся ли мы в нем по-настоящему? Нуждаемся ли мы в нем каждый день своей жизни?» «На самом деле, живем ли мы так, чтобы являть свою зависимость от Бога в каждом дне, в каждом часе, в каждом своем деле зависеть от Бога?» Аминь. Я молюсь, чтобы вы радовались этому посланию. Зайдите на наш сайт и сообщите, что вы смотрели нас сегодня. Я буду рад послать вам подарок. Спасибо за то, что смотрели нас. Я бы хотел помолиться с вами сейчас. Если это послание говорило вам, и вы знаете, что не живете для Бога так, как раньше, может, вы узнали, что Бог реален, и вы хотите принять решение и посвятить Ему свою жизнь, помолитесь со мной такой молитвой. И скажите Ему, «Иисус, я прошу Тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь, сделай себя реальным для меня. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь». Сообщите нам, что вы смотрели нас сегодня, и мы отправим вам подарок. Вам понравится? Телевизионное служение «Хэмптон Роудс» существует по всему миру. Я бы хотел, чтобы вы приехали со своей семьей в нашу церковь. У нас есть замечательные программы для взрослых, для детей. Наши служения дают жизнь. Мы бы хотели видеть вас здесь. На экране есть все детали и адреса. Я бы хотел, чтобы ваша семья встретилась с моей семьей. Увидимся на следующей неделе. Желаю вам благословений. Мы приглашаем вас на наше воскресное собрание. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений, посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в «Хэмптон Роудс». Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в «Хэмптон Роудс» существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться ему и величать его среди наших испытаний. Этот человек является любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог — твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Субтитры подогнал «Симон»!